всем привет приехали в злополучную чехию не без приключений как обычно рассказывает они какие у нас приключения у меня нога опухла две ноги причем очень нешуточно мы тут на небольшие паники в чужой стране кстати чехия какая-то очень милая страна она закрывается очень рано в районе 5 часов я хотел поменять деньги но я не нашел ни одного банкомата ни обмена опухла ничего нас поместили в отель сейчас мы тут гуляем смотрим местность людей которые очень много цыган здесь контингент очень необычный если честно я ходил искал обменники встретил огромное количество каких-то цыган арабов еще всяких непонятных личностей но не знаю вроде как бы город неплохой мы находимся в городе прессу на рядом с границей с австрией как бы архитектурно здесь ничего необычно каких-то таких старых домов нет чего-то такого прямо супер вала здесь не наблюдаем всем снова привет вот мы приехали в италию сейчас мы находимся в какой-то деревне где остановились в отеле это транзитный отель перед флоренцией нас сегодня был ужасно сложный день получилось так что таня в самом начале пути отдела конверсы и это сподвигло к тому что не очень сильно текли ноги сначала мы как-то этому значение не придавали но в результате когда уже таня сегодня просто не смогла даже встать не могла стоять на ногах мы были в полном конечно разочаровании мы думали что придется покупать билеты на самолет уезжать обратно но решили что-то попробовать сделать своими силами потому что когда это случилось мы находились в зальцбурге в зальцбурге как таковых бесплатных вещей вообще мы стали станет пробовать что-то сделать стали массировать ноги массировали их очень долго сколько короче на протяжении километров 600 мы массировали таня ноги я массирую когда мы приехали в италию проехали среди гор мы проезжали альпы когда мы проехали все альпы попали в италию таня вышла из автобуса и сказала мне ничего не было ужасный потому что целый день насчет чехии можем сказать только то что чего-то прямо супер необычного мы там не увидели санал например нам не то что не понравился просто немножко наверное немножко не совсем квалифицирован потому что из всех заведений которые мы смогли посетить в пять часов вечера в чехии в городе бресов мы нашли наверное где-то три-четыре работающих и только одно из них принимала евро и только в одном из этих же кафе человек мог разговаривать на чешском русском польском английского там практически никто не понимает может ты конечно мы попали в такой город но факт остается вот так вот выглядит наш номер в италии ну скажем так для деревни транзитный отель это в принципе не очень-то и плохой мы сейчас С ними всё, что надо. Мы сейчас уходим в Флоренции, и у нас 38 градусов. 40? Да, 40 градусов. Люди, которые здесь живут, говорят, что температура должна достичь в районе 50 градусов. За 200 лет это первое место. Тут очень много военных. Очень много. Они все с автоматными пулеметами. Но они добрые, они улыбаются. Ну да, я бы тоже улыбалась. Мы сейчас пройдём и увидим их на заднем фоне. Пока мне всё нравится. Очень-очень нравится. Только тут, ну, мне это нравится, потому что никто не знает разодорожного движения. Здесь огромное количество людей на площади. Будет очень много машин, и всем по барабану тебе. Тебя даже не сигналит. Просто не пойдёшь и бегать на альпану качкой. В Флоренции очень красивая архитектура, но просто то количество людей, которые здесь есть, это ужас. Здесь очень красивый узкий улиц, и всё как в старинных итальянских фильмах, которые всё время путают по ТВ. Заборы, как называется там? Марии Дельфьёра. Мы экскурсию. Мы экскурсию не брали, потому что вся наша группа ходит с экскурсоводом, и мы рядом с ними. Всё слышно прекрасно, но здесь на самом деле экскурсия отличная, потому что хочется самим что-то посмотреть, что-то увидеть. Это стоит куда дороже, чем вся эта экскурсия. Там очень классные выпускные улицы. Это, конечно, не то что преимущество, это просто стояние, мне кажется, итальянское. Потому что здесь настолько всё красиво стерилизовано, архитектура. Даже если это какой-то хай-тек, он абсолютно не мешает, мне кажется, что это всё.